С торговыми точками не церемонятся. Ларьки просто берут и увозят, несмотря на сопротивление их собственников. Бизнесмены возмущаются. Говорят, в большинстве случаев это делается без судебного постановления и без участия приставов. О том, что теперь остались без бизнеса, предприниматели узнают от своих продавцов. Подняли его товар вместе с продавцом. Потом мы догнали все-таки продавца, забрали. И ларек свой забрали. Ну, еще несколько ларьков забрали, подняли и оставили дно ларька. Прямо на земле ларек забрали. То есть без суда, без следствия, без каких-либо документов. Бизнесмены отвечают чиновникам. Исправно платят налоги и убирают территорию. Снесут ларьки, повысит уровень безработицы в регионе. По подсчетам предпринимателей, нетрудоустроенными останутся как минимум 5 тысяч человек. Но вопрос благоустройства для власти превыше всего. Говорят, это их твердая позиция и не отступят ни на шаг. В таком виде, в котором находятся ларьки, само состояние их и территория вокруг ларьков, я думаю, вы поснимали. Но где-то это напоминает городскую свалку. К сожалению, благоустройство не проводится. Земля занимается незаконно. Нет правоустанавливающих документов на существование этих киосков и ларьков. На сегодняшний день уже более 20 вывезли. В основном по решению суда. Правильно, молодцы. Давно нужно было это сделать. Вот магазины есть. Магазины гораздо лучше. В этой грязи не надо. В конце концов, пора уходить от этой грязи. Этот ларек отстоять не удалось. Несмотря на усилия предпринимателей, даже из других районов, на подмогу чиновникам пожаловала тяжелая артиллерия. Под присмотром сотрудников милиции ларек загружает машину и увозит. Свои действия власть придержащие обсуждают с бизнесменами. То есть получается так, что если предприниматель нарушает закон, то мы, представители администрации, будем тоже нарушать закон. А это ларек на первой дачной. Его уже успели погрузить в машину. Правда, под объективом телекамер чиновники срочно меняют решение. Торговую точку, уже изрядно потрепанную, возвращают на законное место. Свои действия тоже объясняют необходимостью благоустройства города. Так давайте в говне жить. Давайте застрем. Зачем? Вы считаете, что это засранно? 5-6 тысяч человек останутся завтра без работы. Куда они пойдут? Пойдем на торговые точки. Куда они пойдут? Не, ну зачем он торговый, что? Когда вопрос с торговыми точками перестанет быть болезненным, неизвестно. Равно как и тот, кто победит в битве за землю. Пока перевес на стороне чиновников. За ними – сила и власть. Но и бизнесмены от своей позиции отказываться не собираются. Будут бороться за каждый ларек. Мария Смирнова, Олег Брюков, ТВ Центр Саратов.